Владлен Тиморин Владлен Тиморин Вот, сейчас, собственно, я приступаю к лекции, она называется «Метод отражений в математической физике и комбинаторике». Я сразу должен оговориться, что я профессионально не занимаюсь ни тем, ни другим, ни математической физикой, ни комбинаторикой, хотя мне пришлось столкнуться с некоторыми задачами в комбинаторике. И как раз когда я занимался этими задачами, я узнал о этой интересной связи, точнее даже не связи, а про то, что одна и та же очень красивая, как мне кажется, идея может использоваться в совершенно разных контекстах, в частности в математической физике и в комбинаторике, и приводить к содержательным результатам. Эту идею не я первый придумал, но как бы для меня это было некоторой новостью, я хотел бы с вами тоже поделиться. Впрочем, сразу оговорюсь, что все, что я буду говорить про математическую физику, это довольно классические вещи, которые не переходят границы XIX века. Но, тем не менее, я хотел бы продемонстрировать некоторую идею на самых простых примерах. Значит, простейший пример — это еще XVIII век, и это описание, математическое описание колебаний струны. Вы, возможно, знаете, может быть, вы видели, что поперечные колебания струны... Струна — это, в общем, такая математическая модель. При математическом описании струны считается, что струна сопротивляется растяжению, но не сопротивляется сгибанию. Это, конечно, некоторая идеализация, но понятно, что все время приходится рассматривать те или иные идеализации. И уравнение колебаний струны — это такое уравнение с частными производными, если мы считаем, что мы рассматриваем струну — это одномерный объект. Соответственно, поперечные колебания... Вот вы представляете себе струну, которая натянута вдоль оси X. Поперечные колебания — это значит, что струна может чуть-чуть колебаться в перпендикулярном направлении. И, скажем, можно считать, что струна расположена на плоскости, натянута вдоль оси X и немножко колеблется в направлении оси Y или в противоположном направлении. И тогда функция U имеет смысл величины этих колебаний. То есть, функция U вообще функция двух переменных у X и T. Если T имеет смысл времени, конечно, если мы зафиксируем значение T, то график функции U будет представлять собой форму струны. Ну вот я немножко забегаю вперед, покажу картинку. Вот это то, как струна может колебаться. Это ограниченная струна. Вы видите, что она закреплена в двух точках. Можно рассматривать также неограниченную струну. И первое, что мы сделаем, это рассмотрим неограниченную струну и посмотрим, как по ней распространяются колебания. То есть, что вы видите здесь на этой картинке? Вы видите просто график некоторой функции. Вот эта функция U от X. Но этот график, он меняется со временем, поэтому про функцию U от X можно думать как про функцию двух переменных. X и T. И, соответственно, уравнение, которое описывает колебания струны, это уравнение с частными производными. У ТТ равняется у ХХ, вторая частная производная по Т равна второй частной производной по Х. Кстати, я прошу прощения, может быть, я сразу должен был это спросить. Для кого из вас ничего, что написано на этом слайде, не ново? Кто это все уже знает? Так, хорошо. Раз, два, три, четыре. Так, спасибо. Соответственно, для остальных я все-таки должен пояснить. Я прошу прощения у тех, кто все это уже знает. Тем не менее, я некоторые пояснения все же дам. Продолжу, точнее, давать пояснения. Вот такое дифференциальное уравнение. Смысл этого уравнения физически состоит в том, что, ну, это более или менее переписанный второй закон Ньютона о том, что ускорение это с точностью до коэффициента сила, которая приложена к данному телу. Ну, вот у ТТ, да, коэффициент, я коэффициентами, я, конечно, пренебрегаю. Здесь, вообще говоря, должен стоять какой-то коэффициент, который зависит от физических своей струны. Но я его полагаю равным единице, его можно положить равным единице, выбрав подходящую единицу измерения длины. И вот здесь написано ускорение данной точки струны, у ТТ это ускорение точки. А вот здесь в правой части написано сила. Почему сила? Зависит от второй производной, то есть от того, насколько выгнута оказалась струна. Ну, это тоже можно понять, исходя из математического описания струны, как некоторой идеализации. Мы считаем, что струна не сопротивляется изгибанию, но сопротивляется растяжению. Это значит, что все силы, которые действуют на точке струны, они направлены вдоль струны. И чтобы получить силу в поперечном направлении, нам нужно, чтобы струна сама была изогнута. То есть, чтобы она тянула сама себя в поперечном направлении. Понятно? А то, насколько струна изогнута, это как раз вторая производная. Это я методом махания руками можно более точно проследить, как второй закон Ньютона можно применить, заменив струну, например, системой из пружинок. Но я это все делать не буду, а просто поясню, что это уравнение более-менее является непосредственным следствием второго закона Ньютона. И может быть из него выведено. И общее решение этого уравнения имеет следующий вид. Некоторая произвольная, что значит произвольная, надо более аккуратно сказать, произвольная функция от x плюс t плюс некоторая произвольная функция от x минус t. Каким образом это решение можно получить? Это достаточно стандартный и простой способ. Прежде всего нам нужно ввести замену переменных. Новые переменные будут x плюс t и x минус t. И тогда в терминах новых переменных наше дифференциальное уравнение будет выглядеть проще. А именно, мы получим, что смешанная производная по кси это равна нулю. И после этого мы просто два раза продифференцируем. Если мы продифференцируем по это, значит, то, что производная по это равна нулю, как бы говорит о том, что функция не зависит от это, то есть это значит, что это некоторая константа, но константа относительно это, она вообще говоря может зависеть от кси. Дальше, если мы то же самое продифференцируем, вот это уже новое уравнение продифференцируем по кси, то получим какую-то функцию от кси плюс какую-то константу, но константу относительно кси. Вот эта константа вообще говоря может зависеть от это, тем самым у нас получается в общем виде какая-то функция от кси плюс какая-то функция от это. Вот здесь это и написано. f это какая-то функция от x плюс t, g это какая-то функция от x минус t. То, что данное решение действительно является решением нашего уравнения, можно легко проверить, подставив его в уравнение, предположив, что функции f и g два раза дифференцируемы. Тем самым, если f и g два раза дифференцируемые функции, в остальном совершенно произвольные, то то, что написано, является решением данного уравнения. На самом деле, можно даже придать точный смысл утверждению о том, что не обязательно предполагать, что f и g дифференцируемые, а в некотором смысле можно даже считать, что это почти совсем произвольные функции, ну почти совсем, скажем, измеримые произвольные функции, функции из L1, но это уже не то, что нас будет интересовать, по крайней мере, если они два раза дифференцируемы, то подставив уравнение, вы получите, что действительно все выполнено. Теперь, в чем состоит смысл такого решения? Если вы посмотрите на функцию, вот g от x минус t, это что такое? g от x это какая-то функция. Когда мы переходим от g от x к g от x минус t, по каждому фиксируем значение t, мы просто сдвигаем график нашей функции вперед. А f от x плюс t это график функции f, сдвинутый, наоборот, назад. Тем самым f от x плюс t можно проинтерпретировать как бегущую волну, которая бежит назад, то есть справа налево. А g от x минус t это тоже бегущая волна, которая бежит вперед. Бегущие волны, они бегут с сохранением формы. То есть, если вы просто посмотрите на одну из частей этого решения, скажем, на f, то оно выглядит очень просто. Волна с сохранением формы бежит назад, а форма совершенно сохраняется. И если вы посмотрите на g, то же волна с сохранением формы бежит вперед. Эти частные решения, они очень простые. Несколько более сложные решения можно получить, взяв то, что называется суперпозицию, то есть сумму или линейную комбинацию простых решений. Если вы одно к другому прибавите, то волна, вообще говоря, уже меняет форму. Вы можете увидеть изменение формы просто из-за того, что одна волна, бегущая назад, накладывается на другую волну, бегущую вперед. Здесь понятно все? Да? Хорошо. Я прошу прощения еще раз у тех, кто это знает. Я здесь хотел бы, те, кто это знает, все равно я у них тоже их внимание хотел бы обратить на то, что я сейчас подчеркну некоторую основную идею, которая вот в этой задаче используется. Теперь мы переходим от случая неограниченной струны, когда мы никаких ограничений не накладывали и более-менее получили общее решение. В качестве краткого содержания предыдущей серии я пока что рассказал вот этот один слайд. И я здесь напомню, что речь шла о том, что называется уравнение поперечных колебаний струны. Это уравнение с частными производными, то, которое написано. А вот то, что здесь написано, это общее решение этого уравнения. Если речь идет про неограниченную струну, то есть струну, которую мы ни в каких точках не закрепляем и никакие другие дополнительные условия не накладываем, то общее решение выглядит очень просто. Именно это суперпозиция двух волн, суперпозиция, то есть сумма наложения двух волн. Каждая из этих волн — это волна, бегущая либо вперед, либо назад с постоянной скоростью. И заходите, пожалуйста. С постоянной скоростью и сохранением формы. Но если мы одну волну наложим на другую, то возникают уже несколько более сложные картинки, когда форма волны меняется. Теперь я перехожу к более интересному случаю, а именно к тому случаю, когда струна закреплена в одной точке. Это то, что называется полуограниченная струна. То, что вы видите вот здесь на картинке с бегущей струной, это струна, закрепленная в двух точках. Это как бы с одной стороны случай немножко более сложный, но с другой стороны ничего принципиально нового в этом случае уже нет. Если мы до конца разберемся со струной, закрепленной в одной точке, то струна, закрепленная в двух точках, уже дополнительных принципиальных сложностей не представляет, потому что вы просто увидите те же самые эффекты. Вот, теперь что происходит, если мы описываем колебание струны, закрепленной в одной точке? Эту точку можно считать нулем на оси Х. Вот представьте себе, что у вас есть неограниченная в одну сторону струна, которая закреплена в точке ноль. Тогда мы накладываем такое, как бы, начальное условие, нет, граничное условие, состоящее в том, что в любой момент времени никаких поперечных колебаний в точке ноль нет. Струна закреплена. Тогда, просто подставив это условие в общее решение, можно увидеть, что решение примет вот такой вид, чтобы у нас положение струны в точке ноль всегда было равно нулю. Поэтому потребуется, чтобы функция G выражалась через функцию F. А именно каким образом выражалась? Вот смотрите, вот это наш прежний функция F. Функция F можно оставить без изменений. Функция F — это по-прежнему волна, которая бежит назад с сохранением формы и с постоянной скоростью. А вот функция G при помощи нашего граничного условия, вот этого граничного условия, тогда выразится через функцию F. Как она выразится? Она выразится следующим образом. Нужно нашу волну отразить относительно нуля, то есть рассмотреть симметричную волну, и взять ее с обратным знаком. То есть надо сделать две вещи. Ну или если угодно, не две вещи, а даже одну вещь, надо просто график функции F отразить относительно точки ноль. Когда вы отражаете не относительно оси, а относительно точки, вы уже как раз делаете комбинацию двух отражений, и замена знака, и отражение оси Х сюда уже входит. То есть вы волну отражаете относительно точки ноль. И движение полуограниченной струны теперь описывается следующим образом. Во-первых, и это ключевая идея, которую я хотел бы подчеркнуть. Даже те, кто все это знает, пожалуйста, обратите внимание на эту ключевую идею. Что вместо того, чтобы рассматривать просто полуограниченную струну, мы переходим к случаю неограниченной струны, дорисовывая воображаемую часть. Если полуограниченная струна у нас нарисована справа, то мы слева дорисовываем воображаемую часть. И эта воображаемая часть будет отражена относительно реальной части. Будет отражением реальной части относительно начала координат. Понятная эта идея? После того, как мы дорисовали воображаемую часть, мы говорим, что вот эта неограниченная струна выражается вот таким уравнением. И действительно такое уравнение дает ровно такие струны, которые в точке 0 закреплены. Они неограничены, они представляют собой каждый раз вот такая функция, каждый раз представляет собой нечетную функцию относительно x. Если она нечетная функция, то она понятна, что в нуле всегда равна нулю. И мы описываем такие колебания струны, которые в каждый момент времени представляют собой нечетную функцию. Такие колебания описываются вот так. И это суперпозиция двух волн, прямой и отраженный. Теперь, что мы видим? Ну вот давайте мы еще раз посмотрим на эту картинку. Можно думать про полуограниченную струну, то, как отражается волна. Смотрите, что происходит. Волна отражается от этой точки с изменением знака. Она сначала шла внизу, вот она идет внизу, а потом она отражается и идет сверху. Как это описать в терминах формулы? В терминах формулы нужно считать, что здесь идет воображаемая волна с другим знаком, и потом она накладывается на эту. И дальше это идет туда, а вот это отраженное идет сюда. Понятно? То есть это вот именно суперпозиция двух отраженных волн. Теперь, если у нас есть произвольное начальное состояние струны, я здесь на вот этих картинках, которые справа, я струну рисую черным цветом. И струна, которая нарисована черным, это всегда нечетная функция. Понятно? Теперь я эту струну представляю некоторым способом. Этот способ не единственный. Я представляю некоторым способом, как сумму двух отраженных волн. Вот у нас будет синяя волна. Это одна волна синяя, вот здесь. А вторая волна красная. И красная относительно синий просто... Красная — это просто отражение синий. И черную волну, эту реальную волну, я представляю как суперпозицию прямой отраженных волн, то есть красный и синий. И дальше смотрю, что происходит с этой черной волной. Чтобы понять, что с ней происходит, нужно просто понять, как накладываются друг на друга красные и синие волны. Причем красные и синие волны, они сами по себе ведут себя очень просто. Красная движется с изменением формы в одном направлении с постоянной скоростью. Синяя движется и навстречу, тоже без изменения формы, в одном направлении с постоянной скоростью. Но когда они друг на друга накладываются, возникают более сложные ситуации. Здесь, видите, струна сначала двигается, а что-то интересное возникает, когда у нее амплитуда начинает падать, что-то интересное возникает только в окрестности вот этой точки, именно в тот момент, когда две волны друг на друга накладываются. Ну, понятно, что волны могут быть здесь, просто волна как-то локализована в пространстве, то есть она как бы идет таким холмиком, а в остальных местах все спокойно. Но волны могут иметь и сложную форму, они могут не быть локализованы, и тогда их суперпозиция может колебаться более сложным образом. Понятно? Еще раз хотел подчеркнуть идею, связанную с отражением. Мы заменяем здесь граничные условия, вот чтобы решить граничную задачу, вот это граничные условия. Вообще говоря, граничные условия — это что-то, что непонятно, как с ним работать, и мы хотим как-то от этого граничного условия избавиться. Чтобы избавиться от граничного условия, мы превращаем полуограниченную струну в неограниченную и продолжаем ее по нечетности. И после этого мы уже считаем, что просто струна все время представляет собой график нечетной функции, но в остальном никаких ограничений нет, и мы в этот момент уже можем забыть про граничные условия и дальше работать с этим объектом как с неограниченной струной. Это ключевая идея. Дальше я хотел бы подчеркнуть, что та же самая идея используется и несколько в другой области, в электростатике. Эта идея тоже называется методом отражений, только я сейчас немножко прошу прощения, я немножко вернусь назад и дам исторический комментарий. Вот то, что здесь происходило, описание движения струны и, собственно, полуограниченной струны тоже, это достижение выдающегося французского математика и физика Жана Лерона де Ламбера, «Гожда жизни», которого здесь написаны. Он умер незадолго до французской революции, но считается, что внес некоторый вклад во французскую революцию. Не знаю уж даже хорошо это или плохо, но он был одним из основных авторов энциклопедии. Энциклопедия Дени Дидро и де Ламбера – это то издание, которое, как бы считается, помогло раскрепостить умы, но вот он умер незадолго до революции. Сам де Ламбер был сыном внебрачным некоторой довольно известной маркизы, но маркиза не могла его признать, поэтому его подбросили к дверям церкви Святого Иоанна, круглой церкви Святого Иоанна, Сан-Жан-Лерон, и именно поэтому он и называется Жаном Лероном, это по имени вот этой церкви, к которой он был подброшен, и воспитывал до Ламбера стекольщик, то есть он был воспитан как в очень простой семье, своими приемными родителями он всегда гордился, ну и, соответственно, не воспринимал себя как аристократа. Вот эта деятельность это 1748 год, а вообще до Ламбер внес разные существенные вклады и в математику, и в физику, он написал много статей для энциклопедии, он был первым, кто проинтерпретировал время как четвертое измерение, он вел оператор до Ламбера, он исследовал движение идеальной жидкости, и, значит, ему принадлежит так называемый парадокс Ламбера. Он предлагал рассматривать производные как пределы конечных отношений, в те времена эта идея особой популярности не пользовалась, некоторые зачатки этой идеи были у Ньютона, но вот до Ламбер эту идею развивал и на ней настаивал, что нужно дифференцирование, интегрирование понимать через теорию пределов, собственно, только через 100 лет эта точка зрения окончательно завоевала позиции. Это метод отражений в описании струны, это еще называется волновое уравнение, то есть метод отражения для волнового уравнения, метод отражения для волнового уравнения, и, в общем-то, та же идея, тот же метод отражений используется и для уравнения Лапласа, хотя уравнения разного типа, волновое уравнение гиперболического типа, уравнение Лапласа эллиптического типа. в этих теориях используется та же самая идея. Но, правда, чтобы немножко затушевать, что используется та же самая идея, это называют даже немножко по-разному, та называет метод отражений, это называет метод изображений, вот, исключительно, чтобы скрыть то, что это то же самое, но, тем не менее, стандартное название вот этого метода, метод изображений, но вот я просто дам два примера, такая задача. В пространстве расположены точечный заряд и проводящая плоскость. Найти потенциал этого заряда при наличии проводящей плоскости. Никаких других зарядов нет, по крайней мере, по этой части, вот, в той же части, в том же полупространстве. И, как бы, как найти потенциал. Кстати, поднимите руки, пожалуйста, кто знает содержание этого слайда. Это, в общем, тоже классический материал. Так, раз, два, три, четыре. Ну, спасибо, все-таки несколько человек знают. Опять, но все же не те же самые люди, которые знали про уравнение Даламбера. Я опять прошу прощения перед теми, кто это знает, но прошу их тоже обратить внимание на то, что здесь используется та же самая идея, и эту идею я хотел бы подчеркнуть. Что мы делаем для того, чтобы найти потенциал такого заряда? Ну, с математической точки зрения, потенциал точечного заряда – это такая функция, которая гармоническая, то есть удовлетворяет уравнению Лапласа. Вот такому уравнению. Ухх плюс ууу равняется нулю. Это называется уравнение Лапласа. Ну, вообще, я тут про трехмерный случай говорю. Плюс ууу равняется нулю. Давайте, в двумерном случае там будут немножко другие решения, поэтому давайте ограничимся трехмерным случаем. Функция, которая удовлетворяет уравнению Лапласа. Если вы вообще рассматриваете точечный заряд, то потенциал такого заряда – это функция удовлетворяющая уравнению Лапласа во всех точках, кроме той точки, где расположен этот заряд. А в точке, где этот заряд расположен, там вот с одной стороны вот это выражение не имеет смысла, с другой стороны, если это выражение воспринять как обобщенную функцию, то в правой части будет стоять дельта-функция, сосредоточенная именно в этой точке. Но если кто не знает, что такое дельта-функция, если мы заряд чуть-чуть размажем, то тогда вместо уравнения Лапласа мы получим такое уравнение, в котором в правой части стоит ноль всюду, кроме некоторой очень ограниченной области. А в этой очень ограниченной области вместо нуля будет стоять распределение заряда в этой ограниченной области. И вообще говоря, если у нас заряд как-то размазан, то вместо уравнения Лапласа получается уравнение, в которой в правой части вот этот размазанный заряд То есть здесь плотность распределения заряда стоит. Потом, если мы будем стягивать эту плотность в одну точку, то тогда у нас будет уравнение Лапласа почти во всем пространстве, кроме того небольшого участка пространства, в котором сконцентрирован заряд. Теперь, что означает наличие проводящей плоскости? Наличие проводящей плоскости означает, собственно, опять некоторые ограниченные условия. Теперь у нас функция будет определена только на полупространстве. То есть у будет определена при х больше либо равном нулю. И при этом будет удовлетворять такому граничному условию, что на этой самой плоскости, то есть при х равном нулю, эта функция обращается в ноль. Понятно? Так, ну давайте я все-таки здесь напишу дельта от x минус a, y минус b, z минус c, и тогда будет корректная постановка. Что нужно сделать для того, чтобы найти такой потенциал? Опять же, если бы полуплоскости не было, то это все очень просто. Как устроен потенциал точечного заряда, все должны знать даже из школы. Это более-менее единица разделить на расстояние до заряда. Вот на плоскости это будет не так, поэтому я ограничился трехверным пространством. Это единица на расстоянии до заряда. С другой стороны, вот это условие, ограниченное условие на плоскости, что потенциал должен обращаться в ноль, вот такой потенциал, как я сказал, он не обращается в ноль, поэтому это ограниченное условие нам мешает и создает некоторые сложности. Как эти сложности можно было бы преодолеть? Идея состоит в том же самом. Мы должны, например, считать, что потенциал на вот этой плоскости, плоскость в данном случае вот так вот перпендикулярно доске идет, мы считаем, что потенциал равен нулю, и мы делаем вот что, мы вместо рассмотрения функции на полупространстве, мы ее продолжаем по нечетности, мы ее продолжаем в другое полупространство с изменением знака. Понятно? Мы применяем отражение, то есть мы более-менее пишем, что u от минус x, y, z будет равно со знаком минус u от x, y, z. То есть когда мы поменяли здесь знак у x, это отражение относительно плоскости, и мы считаем, что при отражении относительно плоскости функция меняет знак. И тем самым мы ее продолжили на все пространство. Она теперь, функция теперь определена на всем пространстве. И поскольку она нечетная, она автоматически, нечетная функция автоматически удовлетворяет нашему граничному условию. Вот это ключевая идея. После того, как мы это сделали, полученную функцию очень легко проинтерпретировать как поле пары зарядов. Один заряд находится в нашей исходной точке с положительным x, а другой заряд отраженный. Этот заряд мнимый, его на самом деле нет. Но если бы он был, он бы вызывал такое же распределение зарядов на проводящей плоскости, какое вызывает один только положительный заряд. То есть нам нужно всего лишь навсего дописать здесь воображаемый заряд с противоположным знаком и взять суперпозицию двух потенциалов. Один потенциал обычный, другой отраженный. После того, как мы возьмем суперпозицию, у нас будет выполнено граничное условие, и мы получим решение задачи. Это понятно? Еще раз хотел подчеркнуть, каким образом здесь используется идея отражения. Это та же самая идея. Можно с помощью некоторого развития идеи отражения решать такую задачу не с проводящей плоскостью, а с проводящей сферой. Что если у нас есть один заряд вне проводящей сферы, а есть еще проводящая сфера? Что нужно сделать, как отразить? Эта задача была решена Вильямом Томпсоном, он же Лорд Кельвин, который заметил, что если мы сделаем отражение относительно сферы, и на свой вопрос, что значит отражение относительно сферы? Отражение относительно сферы — это инверсия относительно этой сферы. Все ли знают, что такое инверсия относительно сферы? Не все, да? Сейчас, кто знает, что такое инверсия относительно сферы? Никто не знает? Удивительно. Хорошо. Я тогда расскажу. А, сейчас, а кто знает, что такое инверсия относительно окружности на плоскости? что да и что ну как бы это связано да но это одна одна из форм симметрия а что что окружности да и дальше на равном расстоянии нет не на равном расстоянии а вот это вот это вот это правильно да дело в том что я это вообще изучает школах ну по крайней мере в некоторых школах это изучают давайте я скажу сразу для сферы вот у вас есть сфера у нее есть какой-то у нее есть какой-то центр пусть центр будет в нуле пусть это будет точка 0 0 0 и у сферы есть какой-то радиус r большое мы хотим точку вне сферы назовем ее точкой x большое отразить относительно сферы первое соображение что наша отраженная точка давайте мы обозначим ее через y должна лежать на том же луче перпендикулярном сфере это очень естественное соображение но верно но дальше в каком месте этого луча чтобы сказать в каком месте этого луча достаточно сказать чему должно быть равно расстояние до начала координат то есть вот если начало координат это о то чему должно быть равно расстояние о y так вот расстояние о y должно быть равно r в квадрате разделить на о x тем самым если x приближается к поверхности сферы то y тоже с другой стороны будет приближаться к поверхности сферы если у x равняется r то и у игрек тоже будет ровно так понятно это определение можно его проинтерпретировать еще по-другому можно сказать что если вы проведете через точку икс любую окружность которая перпендикулярна сфере любую окружность то эта окружность пройдет также через точку икс то есть вы можете выпустить из точки икс как бы пучок окружности перпендикулярных сфере тогда все эти окружности они еще сойдутся в точке y и между прочим вот так ну ладно я сейчас я сейчас вот над чем думаю я сейчас думаю над тем правильно ли эти окружности интерпретировать как силовые линия и если если действительно правильно вот здесь нарисованы силовые линии силовые линии действительно должны быть перпендикулярны сфере поскольку сфера предполагается проводящий но но если верно что эти силовые линии являются окружностями то эта картинка неправильная потому что здесь они явно не окружности но впрочем я сейчас не берусь утверждать что эти силовые линии являются окружностями это надо посмотреть и проверить так или иначе вот отражением относительно сферы является вот это преобразование которое называется инверсией и инверсия имеет много замечательных геометрических свойств при помощи инверсии можно решать геометрические задачи и вот в школе на школьных олимпиадах иногда встречаются задачи которые решаются при помощи инверсии интересным образом что и физики тоже инверсия играет важную роль как заметил лорд кельвин а именно он заметил что если мы сделаем инверсию относительно сферы то уравнение лапласа перейдет в уравнение лапласа это в общем то связано с тем со следующим фундаментальным свойством инверсии фундаментальное свойство инверсии стоит в том что это конформное преобразование преобразование сохраняющие углы при любом конформном преобразовании оператор лапласа переходит в себя потому что вообще говоря оператор лапласа для того чтобы оператор лапласа требуется только конформная структура требуется знать как мерить углы больше ничего не требуется ну точнее говоря там с точностью до некоторого множителя уравнение скажем так сам оператор лапласа может перейти в оператор лапласа умноженный на какую-то функцию но уравнение лапласа переходит в уравнение лапласа при любом конформом преобразовании тем самым гармонические функции переходят гармонические опять же для сферы можно воспользоваться той же идеи отражения а именно если мы вместо того чтобы рассматривать потенциал заряда вне проводящей сферы во внешней части проводящей сферы отразим этот потенциал относительно сферы при помощи инверсии возьмем его со знаком минус то тогда с одной стороны это будет по-прежнему потенциал который будет давать тому же самому уравнение у лапласа а с другой стороны можем забыть по програничные условия потому что теперь граничное условие для этого потенциал определенного на всем пространстве будет выполняться автоматически и единственное что нам надо сделать это кроме уже нарисованного заряда внутри сферы нарисовать отраженный заряд с обратным знаком и тогда если вы дорисуете отраженный заряд с обратным знаком, то на сфере получится нужный потенциал, постоянный потенциал, равный нулю, и задача решится. Несколько слов про лорда Кельвина, Вильям Томпсон. Кельвин — это вообще название ручья, которое недалеко от его имения протекает, и он просто взял себе такое родовое имя, когда его произвели в бароны. Его сначала произвели в рыцаре за прокладку трансатлантического телеграфа, а потом и в бароны за выдающиеся достижения в разных областях деятельности, в том числе в науке и в инженерии. Лорд Кельвин известен не только своей абсолютной шкалой температуры, но и разными работами по матфизике. Большое влияние оказал учебник Томпсона Тейта, принципы, по-моему, математической физики. Тот же Томпсон предложил теорию, он предложил интерпретировать атомы как вихри в эфире, и в зависимости от того, какую форму имеют вихри, там они могут представлять собой разные узлы. Эта теория, как физическая теория, была полностью отвергнута последующими поколениями, но привела к бурному развитию математики, а именно к развитию теории узлов, потому что это задача физического описания разных атомов, привела к задаче классификации узлов в трехмерном пространстве. Но действительно очень такой известный для широкой публики момент в деятельности Кельвина связан с прокладкой телеграфа через Атлантический океан. Его несколько раз пытались прокладывать, кабель пару раз рвался, потом второй порванный кабель удалось восстановить и дотянуть до противоположного континента. И, в общем-то, без Кельвина эта деятельность не могла бы завершиться успехом, но вот Кельвин довел ее до конца, и действительно успешно телеграф заработал. Я теперь перехожу к использованию тех же самых идей, но в комбинаторике. И опять же, вещь, которую я хотел бы подчеркнуть, это то, что идея та же самая, хотя задачи, которые мы решаем, они разные. И очень разные даже из разных областях. Вот это уже более-менее чистая математика, хотя числа Каталана и вообще вот здесь объекты, которые возникают, они в современной математической физике тоже используются. Но задачи совсем разные природы, а та же самая идея метода отражений, она полезна при решении этих задач тоже. Кто знает, что такое числа Каталана? Так, хорошо, спасибо. Ну вот, я все-таки повторю для тех, кто не знает. Число Каталана С с индексом n это число правильных скобочных структур с n парами скобок. n парами скобок это значит 2n скобок, но пара скобок это одна скобка открывающаяся, другая скобка закрывающаяся. Поэтому n пар скобок это уже в этом выражении зашит тот факт, что число открывающихся скобок равно числу закрывающихся скобок. Правильная скобочная структура это скобочная структура, удовлетворяющая этому правилу, но не только этому. Правильная скобочная структура — это то, как скобки могут быть расставлены в некотором конкретном выражении. Обратите внимание, для правильности скобочной структуры недостаточно, чтобы число открывающихся скобок было равно числу закрывающихся. Нужно еще, чтобы в каждом месте этой скобочной структуры число скобок, открытых до этого места, не было меньше, чем число скобок, закрытых до этого места. По понятной причине, да? Потому что каждая открывающаяся скобка должна закрывать какую-то уже открытую скобку. И если вот эти два условия выполнены, число открывающихся скобок равно числу закрывающимся, и в любом месте число скобок, открытых до этого места, больше либо равно числу скобок, закрытых до этого места, тогда скобочная структура называется правильным. Если у нас есть n пар скобок, то вот есть пять правильных скобочных структур. Правильно? Вот все пять правильных скобочных структур с тремя парами скобок. Дальше числа каталана можно интерпретировать и по-другому. Например, можно сказать, что вместо открывающейся скобки мы рассмотрим, мы сделаем шаг вправо. Допустим, мы всегда в начальный момент времени находимся в какой-то фиксированной точке, скажем, в начале координат. И читаем некоторую правильную скобочную структуру. Тогда в случае открывающейся скобки мы делаем шаг вправо, а в случае закрывающейся скобки мы делаем шаг вверх. То, что число открывающих скобок равно числу закрывающих скобок, это означает, что из точки 0,0 мы придем в какую-то точку n,n, где n это число пар скобок. А то, что число закрытых скобок никогда не может превышать, число закрытых скобок никогда не может превышать число открытых скобок, выражается тем, что мы ни в какой момент времени не заходим выше вот этой диагонали. Выше, чем прямая y равно x. Вот такие пути, которые идут вправо или вверх и никогда не заходят выше диагонали, называются путями дико. И число каталанно еще можно проинтерпретировать как число путей дико, ведущих из одной вершины квадрата в противоположную вершину квадрата. Впрочем, пути дико это более общее понятие, потому что пути дико не обязаны заканчиваться в противоположной вершине квадрата, можно рассмотреть путь дико, который не дошел еще до противоположной вершины, а завершился где-то раньше. Это тоже пути дико, и их перечисление этих путей дико тоже представляет собой интересную задачу с точки зрения математики. Там уже не один параметр n, а два целочисленных параметра. И чтобы перечислять пути дико, можно ввести такие числа уже с двумя индексами. Ну вот, например, можно ввести число a с индексами n и k. Это число пути дико длины n, это значит всего n шагов, каждый шаг либо вправо, либо вверх. Всего n шагов. А k это что такое? k это то, насколько число шагов вправо превышает число шагов вверх. То есть, если вы рассматриваете скобочную структуру, то вы остановились где-то, не закрыв все скобки. И k это сколько скобок вы не закрыли. Понятно? Для чисел a, n, k можно... Да, теперь число каталана, это просто частный случай. Число каталана cn это число a с индексом 2n, 0. Потому что 0 это значит, что все скобки должны оказаться закрытыми, а 2n это значит, что в нашем пути дико должно быть 2n шагов. Всего скобок 2n. n открывающихся, n закрывающихся. Теперь для этих чисел a, n, k можно выписать то, что называется производящую функцию. p с индексом n это такой многочлен, производящий многочлен для пути дико. Мы просто просуммируем a, n, k умноженное на x степени k. Это вообще стандартная операция в комбинаторике, когда вместо некоторой последовательности чисел рассматривают многочлен коэффициентами которых... Если у нас конечная последовательность, то вместо конечной последовательности чисел рассматривают многочлен коэффициентами которого являются члены этой последовательности. Или если последовательность бесконечная, рассматривают формально степенной ряд, членами которого являются члены этой последовательности. Это то, что в комбинаторике делается сплошь и рядом, называется производящий многочлен или производящая функция. Вот такие производящие многочлены получаются для путей Дика. И эти производящие многочлены удовлетворяют некоторому достаточно простому рекуррентному соотношению. В этом рекуррентном соотношении есть только одна сложность. То есть, с одной стороны, рекуррентное соотношение, то есть вот если забыть про этот tau, про смысл которого я сейчас скажу, если забыть про этот tau, то рекуррентное соотношение очень простое. Чтобы получить следующий многочлен Pn плюс 1, нам надо предыдущий многочлен Pn умножить на сумму двух маномов. x в первой степени, x в минус первой степени, то есть x и единица на x. Какой это имеет смысл? Это имеет очень простой смысл. А именно, если у нас есть путь Дика, то мы можем по нему идти дальше. Мы по нему можем идти дальше либо вправо, либо вверх. И это дает очень простое рекуррентное соотношение. Единственная проблема связана с тем, что вверх не всегда можно пойти. Вверх нельзя пойти, если мы уже находимся на диагонали. Вверх пути нет. И то, что некоторые пути пресекаются, это как бы неприятное ограниченное условие. И в терминах многочленов это ограниченное условие состоит в том, что после того, как мы умножили наш многочлен, нам нужно еще откинуть все члены с отрицательными степенями. Потому что то, что мы пойдем выше диагонали, это просто дает некоторые члены с x в минус первой. Вот эти члены надо отбросить. Операция отбрасывания, она очень неприятная. Если бы у нас была только операция умножения, то мы тут же вывели бы формулу для многочлена Pn. Это была бы просто соответствующая степень, ну там P0 умножить на соответствующую степень нашего бенома, на который мы умножаем. А так нам нужно еще что-то отбрасывать, и эта операция неприятная, нам хочется от этой операции избавиться. Так вот, та идея, которая позволяет нам избавиться от оператора отбрасывания или от граничного условия, это та же самая идея, которая используется в методе отражения. Прежде всего, давайте мы на несколько многочленов таких Pn посмотрим. Я просто выписал в таблицу коэффициенты всех этих многочленов. Понятно? Вот, например, многочлен равен единице, вот эта единица стоит. Многочлен равен x, значит, при свободный член равен нулю, при x стоит единица. Единица плюс x в квадрате, свободный член равен единице, дальше идет ноль. Коэффициент при x равен нулю, коэффициент при x в квадрате равен единице, ну и так далее. Вот я просто выписываю последовательности коэффициентов. Дальше. Каким образом можно прочитать наше рекуррентное соотношение? Рекуррентное соотношение можно прочитать из таблицы примерно по тому же правилу, по которому читается или строится треугольник Паскаля. А именно, если вы помните, в треугольнике Паскаля можно выписывать члены, суммируя члены предыдущей строки. Точно так же можно сделать и здесь. А именно, вот смотрите, вот этот ноль, это сумма вот этого нуля и этого нуля. Но этот ноль не нарисован, но неважно. Вот эта двойка, это сумма вот этой единицы и вот этой единицы. И так далее. Вот эта тройка, это сумма вот этой двойки и вот этой единицы. Мы каждый раз идем по диагонали, либо на северо-запад, либо на северо-восток. И суммируем то, что там стоит. Вот, например, эта пятерка — это 2 плюс 3. Вот эта девятка — это 5 плюс 4. И так далее. Единственная неприятность — это когда мы находимся у стенки, и тогда нам нужно предполагать, что за стенкой стоит 0. Или предполагать, что за стенкой стоит ничего, но тогда у нас правило вычисления меняется. Мы суммируем только то, что стоит на северо-востоке, а северо-запада для нас нет. Понятно? Вот. И эта проблема — это та же самая проблема граничного условия. Нам очень хотелось бы от этого граничного условия избавиться, и это можно сделать, пользуясь тем же самым принципом отражения. Решение этой задачи состоит в следующем. Мы берем нашу таблицу, дописываем здесь столбец из нулей и отражаем таблицу относительно этого столбца из нулей с изменением знака. Получается такая как бы кососимметрическая таблица. Понятно? Именно в силу кососимметричности здесь посерединке должен стоять столбец из нуля. Это как нечетная функция, обязательно в нуле должна быть равна нулю. Но дальше наше правило формирования таблицы, а именно то же правило, которое используется для треугольника Паскаля, теперь будет работать везде, и мы про граничные условия можем забыть. А именно, вот этот ноль, это минус один плюс один, да? Вот этот ноль, это ноль плюс ноль. Все, что происходит около границы, по тем же самым правилам работает. Вот это один, это ноль плюс один, да? Вот это два, это ноль плюс два и так далее. Тем самым мы получаем таблицу, которая формируется в точности по тому же правилу, по которому формируется треугольник Паскаля. И теперь, после того, как мы продолжили наши многочлены и допустили там члены с отрицательными степенями, но подобранные специальным образом, теперь наше рекуррентное соотношение выглядит очень просто. Нам каждый раз надо умножать на одну и ту же скобку. И тогда формула для общего многочлена становится очень простой. Нужно н раз умножить на эту скобку коэффициент, в частности, коэффициент числа Каталана, как какие-то конкретные коэффициенты этого многочлена, можно легко отсюда восстановить. Но можно остановить не только числа Каталана, но и все числа НК. Понятно? Вот таким образом решается эта комбинаторная задача. В заключении я хотел бы очень кратко рассказать еще про одну комбинаторную задачу. Да, нет, я прошу прощения. Здесь вот давайте мы поговорим не про еще одну комбинаторную задачу, а про некоторые другие интерпретации числа Каталана, которые, может быть, тоже полезны в разных задачах, встречаются разные интерпретации. Числа Каталана, они замечательны тем, что они встречаются в разных комбинаторных задачах, соответственно, допускают разные интерпретации. Например, вот вместо скобочных структур и вместо путей дико еще можно выписывать такие, то, что называется, полные бинарные деревья. Полные бинарные деревья — это такие деревья, у которых отмечена корневая точка, которая где-то начинается, вот эта корневая точка на картинке всегда в самом верху, и теперь из каждой вершины вниз идет либо ровно два ребра, либо ни одного. Такое бинарное дерево называется полным. Если из каждой, если, во-первых, есть корень, зафиксирован корень, это корневое дерево, и, во-вторых, из каждой вершины вниз идет либо два ребра, либо ни одного. И, кроме того, у нас перенумерованные листья, то есть те вершины, из которых ни одного ребра дальше не идет. Число таких деревьев — это тоже число Каталана. Если мы зафиксируем число листьев, скажем, 4 листа, то тогда у нас 5 таких деревьев соответствуют правильным скобочным структурам с тремя парами скобок. Это одна интерпретация. Вторая интерпретация — это число полных триангуляций выпуклого n плюс 2 угольника. Заметьте, здесь n плюс 1 лист должен быть. Вот это cn, но здесь n плюс 1 лист, а здесь n плюс 2 угольник. Выпуклый многоугольник с n плюс двумя вершинами, или что-то же самое с n плюс двумя сторонами, который триангулирован таким образом, чтобы не добавлять новые вершины. И число всех таких триангуляций тоже совпадает с числом Каталана. И, наконец, число Каталана можно проинтерпретировать как число замощений лестницы. Лестница — это вот такая фигура. И эту лестницу можно многими способами замостить прямоугольниками. А именно мы наставим на том, что лестница размера n с n ступеньками. Здесь вот 4 ступеньки в этой лестнице. И эту лестницу нужно замостить при помощи четырех прямоугольников. Не большего числа, а именно четырех прямоугольников. Так вот, если мы лестницу с n ступеньками замощаем четырьмя прямоугольниками, то мы получаем число Каталана С4. Оно равно 14. Понятно? С3 равно 5, а С4 равно 14. Вот, еще очень коротко я хотел бы рассказать. Я про это подробно рассказывать не буду, но я хотел бы рассказать про ту комбинаторную задачу, которую, вот при решении которой мне эта идея и встретилась. Сама эта комбинаторная задача может быть намного менее общезначима, чем все, что я рассказывал до этого момента. Поэтому, значит, если я про это буду говорить коротко, и если как бы это не отложится, ничего страшного. Тем не менее, просто чтобы с вами поделиться той задачей, в которой это же соображение неожиданно всплыло. Задача была такая. Найти число вершин в некоторых семействах многогранников Гельфанда Цетлина. Вообще, многогранник Гельфанда Цетлина это многогранники в многомерном пространстве, координаты этого многомерного пространства это иксы вот в этой табличке, а лямбда это фиксированные параметры. Если мы зафиксировали все лямбда, то мы накладываем вот такую систему неравенств, которая выражается в виде изображенного треугольника. То есть там много разных неравенств, но каждое неравенство выглядит очень просто. Это либо одна координата меньше лямбра на другой координате, либо одна координата меньше лямбра на фиксированном параметру. То есть все неравенства очень простые. Если мы этим неравенствам задаем многогранник, вообще говоря, многогранник в многомерном пространстве задается системой каких-то линейных неравенств. Вот это явно выписанная система линейных неравенств. Она задает многогранник. Многогранник, такой называется многогранник Гельфанда Цетлина. Многогранники Гельфанда Цетлина встречаются в теории представления математической физики, например, если вы рассматриваете неприводимые представления полной линейной группы GLN, то тогда в пространствах таких представлений есть базисы, параметризующиеся целыми точками некоторых многогранников Гельфанда Цетлина, построенных по неприводимым представлениям. Поэтому интересно в частности изучать комбинаторику многогранника Гельфанда Цетлина, например, считать сколько вершин. В общем виде задача совершенно не решена, сколько вершин у многогранника Гельфанда Цетлина общего вида, но мы можем рассмотреть некоторые специальные случаи многогранника Гельфанда Цетлина, а именно мы можем рассмотреть такие случаи, когда у нас в качестве лямбд, вот у нас есть набор лямбд, так вот в качестве лямбд может быть k раз встречается единица, потом l раз встречается двойка, и потом m раз встречается тройка. То, что это именно единица, двойка и тройка, это совершенно неважно. Вместо единицы, двойки и тройки можно взять любые три числа, главное, чтобы они были строго упорядочены, потому что на комбинаторику многогранника это никак не влияет. Число вершин не поменяется, если вы вместо 1, 2, 3 возьмете 4, 7, 8, главное, чтобы это была возрастающая последовательность чисел. Так вот, k раз взяли единицу, l раз взяли двойку, m раз взяли тройку, и тогда у нас возникает число вершин, которое зависит от трех параметров. Понятно? Число вершин зависит от трех параметров. Мы, значит, немножко поменяв индексы, то есть мы теперь через s обозначаем сумму трех индексов и оставляем два других индекса без изменений. То есть km мы оставляем как было, а вместо среднего индекса мы берем сумму. Так вот, если мы сумму зафиксируем, мы наши числа можем записать вот в виде такого треугольника. Это как бы число вершин разных многогранников Гельфанда Цетлина, соответствующих разным значениям s. Вот это когда s равна единице, по-моему, это двойки, тройка, четверка, пятерка. И принципы формирования этих треугольников состоят в том, что у нас вообще говоря, каждый следующий, вот это надо воспринимать как слои. Каждый следующий треугольник, этот слой над предыдущим. И вот, например, как получается эта семерка? Вот эта семерка, получается, надо встать сюда и просуммировать четыре числа. Двойку, вот эту двойку, вот эту единицу, вот эту двойку. То есть мы суммируем двойку со всеми соседями, вот с тремя соседями вот такими. Мы идем на запад, на юго-запад и на юг. Понятно? И все это суммируем. И вот эта семерка, например, получается таким образом. Вот эта шестнадцать получается как три плюс семь плюс три плюс три. И так далее. Единственное, что нам мешает, у нас есть некоторые граничные условия. На границе треугольника у нас немножко по-другому. Вот когда мы выходим на границе треугольника, нам надо суммировать не так. Вот когда мы выходим на границе треугольника, вот, например, вот эта тройка на границе треугольника, она получается все же как сумма двух элементов, а именно единицы и двойки, а вот двумя другими элементами надо здесь пренебречь. Поэтому здесь возникает неприятное граничное условие. Если бы не отограниченное условие, то все было бы очень просто. Так же просто, как с линейным и эквивалентным соотношением. Мы бы просто производящий многочин умножали на один и тот же многочин. И вот здесь работает та же самая идея с методом отражения. Мы треугольник отражаем с изменением знака. После того, как мы треугольник отразили с изменением знака, мы про граничные условия можем забыть. И теперь вот в этих отраженных квадратах правило одно и то же. Для всех элементов правило одно и то же. А именно, вот как эта семерка получается, как сумма ноль... Сейчас, вот эта семерка получается, как сумма чего так? Может быть, я неправильно отразил. Да, я не знаю, может быть, я неправильно отразил. Вот, но давайте я сейчас без конкретных чисел скажу, что вот после отражения у нас должно пропасть это особое ограниченное условие, и задача становится простой. Вот, и там получается явная формула. Эту явную формулу я сейчас выписывать не буду, потому что, в общем, здесь важна не явная формула. Ну, получилась явная формула, там какая-то сумма беномиальных коэффициентов. Это не так важно. Важно то, что здесь вот в этих задачах комбинаторики, как и в задачах математической физики, используется та же самая идея, а именно идея отражения, которая позволяет избавляться от неприятных граничных условий. Ну, вот это все, что я сказал. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. 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 Спасибо.